От одного автосервиса на Молоково страдает сразу несколько домов. Дым с запахом сжённой резины тянется на детские площадки и в окна квартир. Жильцы не бездействовали, они писали жалобы в надзорные органы. Но от этого легче дышать не стало. Полина Кольт разбиралась в ситуации. Нас всех достало серое небо над Красноярском. Про вред от крупных предприятий знают все. А за мелкими котельными и чадящими асфальтовыми заводами не следит никто. А их больше двух тысяч. Если добавить древние машины и дымящие маршрутки, то получается полная картина. Кто-то должен их контролировать. Мы объявляем охоту на вонючек, которые вносят огромный вклад в серое небо. Новости Прима вручают 3000 рублей охотникам на мелких вонючек и пишут заявления на нарушителей. Труба автосервиса во дворе дома на Молоково 1А дымит круглый год. На неё и пожаловалась наша телезрительница Галина. На месте мы обнаруживаем гаражный массив. Чаще всего именно в таких местах создают шиномонтажки, сервис и прочий мелкоавтомобильный бизнес, у которого кроме таблички на входе нет никаких документов. По телефону, указанному на баннере, не ответили. В магазине по соседству рассказывают все три гаража одного хозяина, некого Алексея. Ему позвонили при нас, но давать комментарии он отказался и настрого запретил делиться своим номером телефона. Жители дома в голос жалуются на эту вонючку. Говорят, писали в надзорные органы, но результата никакого. Минприрода писала заявление, пришёл официальный ответ, что моя жалоба рассмотрена и будут приняты меры. Но это было в прошлом году, в 2016-м. Сейчас уже прошёл год и периодически всё равно труба дымит. Здесь дом, вот этот, он, видите, как колодец получается во дворе. И окна открыть невозможно, потому что всё тянется. От нас в надзорные органы направляется жалоба на чадящий автосервис. А вот автор этих кадров Галина получает от проекта 3000 рублей. Их можете забрать и вы, если поможете нам поймать вонючку. Полина Коль, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.